Ровно 20 лет живет на линии фронта республика Нагорный Карабах. До сих пор здесь действует лишь соглашение о прекращении огня, подписанное после трех лет кровопролитных боев. И все же 2 сентября для местных жителей это праздник. В этот день, в 91 году, Нагорно-Карабахская автономная область и Шаумяновский район Азербайджанский СССР заявили о своей независимости. Репортаж Анастасии Мартыновой. Для карабахцев 2 сентября свой день победы, потому первый урок во всех школах республики урок независимости и мира. Единственное, ведь в Карабах русской школе о героизме своего народа говорят по-русски. Весь мир был удивлен, что такое маленькое государство, как отца, которое на карте, я вам говорила, занимает такое место, вот прямо в точечку, но не побоялось никаких врагов. Для детей эти слова наполнены смыслом. В Карабахе почти в каждую семью пришло горе потери. Районный центр Мартакет одним из первых пострадал в военном конфликте. В 10 километрах отсюда азербайджанский город Мирбашир. 20 лет назад в этих горах шли ожесточенные бои. В течение года все села Мартакетского района были оккупированы азербайджанскими войсками. Когда мирные жители вернулись на свою родную землю, они начали заново строить свою жизнь. И первое, что сделали по окончании войны, построили мемориальный комплекс с героем, воином-освободителем. В благодарность за мир его строили сами жители на добровольные пожертвования. В 2008-м появился музей славы. Мариата Габриэлян – бессменный хранитель фонда. Кто зайдет, для них трудно здесь. И мне говорят, как ты здесь работаешь. На стенах фотографии погибших и без вести пропавших. Портреты добровольцев и героев войны. Все вещи для экспозиции принесли матери и жены солдат. У каждого экспоната своя трагическая история. Когда была война, у них в руках было. Например, вот этот паспорт, который лежит деньгами, это был у мальчика, когда он погиб. В довоенные годы здесь проживали почти 50 тысяч человек. Сегодня вдвое меньше. До ближайшего населенного пункта отсюда десятки километров. Вокруг только горы, единственные соседи. Когда мы пришли, у нас здесь ничего не было. Только дома. Нет, он не столь ничего. Все это он принес. Муж. А, муж принес. Наладили хозяйство, быть зажили, как прежде. Пчелы, огород, коровы дают все самое необходимое. На праздничном столе традиционные карабахские блюда. Тот за победу первый и главный. За дружбу народов, за свободу карабахской республики. 20-летие провозглашения республики объявлено в Карабахе нерабочим днем. В городах и селах люди искренне радуются празднику и верят в мир, который достался с таким трудом. Анастасия Мартынов, Ярослав Борисов, Владимир Черных. Непризнанная республика Нагорный Карабах. Непризнанная республика Нагорный Карабах.